Здравствуйте, друзья! Сегодня я буду менять воздушные фильтры на МЛ-350 двигатель М272. Для этого нам нужно снять верхнюю крышку. Фильтр расположен на второй верхней крышке. Мы отсоединяем гофрированные трубки с двух сторон. И отсоединяем верхнюю, в дальней части двигателя, заглушку. Вот эту. Огромно снимаем крышку. Также нам нужно отсоединить вот эту трубку. На которой указана стрелка. Все. Можно снимать корпус с воздушными фильтрами. Фильтры у нас два. С правой и с левой. Для откручивания нам понадобится ключ торекс на 25. Не пытаемся выкрутить саморезы. При откручивании мы увидим, что блок начинает свободно крутиться. Соответственно, можно прекратить его выкручивать. В общей сложности нам понадобится открутить четыре самореза. Все. Выкручиваем. И имеем доступ к воздушному фильтру. Меняем элемент на новый. Очищаем корпус от мусора. Вставляем новый элемент. Стараясь плотно его вставить. И чтобы все резиновые уплотнители обошли свои пазы. Смотрите, чтобы эта часть была абсолютно чистой. И закручиваем в обратном порядке. Для начала лучше закручивать противоположные болты. Хорошо сжимаем саморезом. Но с слишком сильным усилием прижимать не стоит. Дабы не свернуть саморез. Аналогично меняем фильтр на правой стороне. Считаю. Повторим. 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 Поджим. Повторим. Старайтесь, чтобы верхняя рабочая часть фильтра оставалась в чистоте. Зажимаем без контузиазма. Теперь мы можем поставить корпус с фильтрами обратно на двигатель. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Корпус должен сесть в соответствующие пазы, их 4 штуки. И защелкиваем дальний зажим. Устанавливаем верхнюю крышку, при этом проверив соединение всех уплотнений гофрированных трубок. В данной резиновой трубке устанавливаем крышку. Все воздушные фильтры заменены. Спасибо за внимание. Если понравилось, ставьте лайки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...